Здравствуйте! В информационной студии Андрей Овчинников и коротко о событиях города и края. В среду 3 октября в администрации состоялась еженедельная внутренняя планерка, на которой руководители управлений и отделов подвели итоги прошедших 7 дней и поделились планами дальнейшей работы. Подробности в нашем первом сюжете. В управление муниципального имущества поступили доходы на общую сумму 487 тысяч рублей. Плата за соцснаем жилья составила 35 тысяч. 5 октября состоится проверка по использованию помещений арендаторами. Подготовлен план приватизации на 2019 год. Направлен в Думу для рассмотрения. Продолжаются работы по ремонту дорог. Была небольшая пресновка, связанная с пресновской работой с администрацией завода. Сейчас все наладилось. Вчера предпринимали дорогу на АФЦ, где было доделать несколько охладных метров. По консультированию сегодня будут вести с работы на Менделеево ямочный ремонт. Будут отделывать съезд на Ягославские дома в районе проспекта 247. Также на этой неделе в планах подрядчика приступить к обустройству детской спортивной площадки на бульваре Полина Сибенко. 26 сентября было проведено заседание межведомственной комиссии, на которых работодатели, в организациях которых был допущен спортивный несчастный случай, проинформировали членов комиссии по тем мероприятиям, которые проводятся у них в организациях по сокращению производства антраллогизма. Все решения были сегодня размещены на сайте Доминутского городского округа. По конкурсу городскому по охране труда на сайте это положение размещено, но еще многие организации направили это положение, чтобы знакомились с этим. 1 октября начала работа информационная система «Единый государственный реестр». Специалисты отдела ЗАГС выполнили все технические условия. Вновь ведется прием граждан. Если раньше по заявкам, когда люди приходили, ожидание очереди составляло где-то 10-15 минут, может чуть больше, то сейчас ну и меньше 45 минут. То есть система тяжелая, тяжелая, недоработанная и не допускает ни единой ошибки, потому что исправить ни одну ошибку потом нельзя. Поэтому требует очень такого внимания, тщательности проверки. Работаем, жителям объясняем, жители относятся с пониманием. Вчера те люди, которые приходили, кому мы говорили, что если можете подождите, придите на следующей неделе, они уходили тем, кто непосредственно на ногу, а сидели и по 2 часа, и по 2,5, то есть выходами. Архивный отдел подвел итоги работы за третий квартал. Всего обращений 313, из которых 218 обращений юридических лиц. 90% запросов нечисленного фонда. Лишь 92% это физические лица, 3-7 из которых обратились через органы юридических лиц. Продолжилось наполнение базы данных архивных фонда за квартал, введено 1140 описание единиц хранения, хранящихся у нас. В архиве проведен анализ упорядочения дела в источниках конфликтования. Передали по письму администрации края наблюдательные дела федеральных органов исполнительной власти, так как они исключены из источников конфликтования нашего архива. Это городская прокуратура города Домигорска, налоговая инспекция, Домигорский районный суд, пенсионный фонд и отдел статистики. Оформленные дела по прием-передаче переданы в государственные исторические музеи города Домигорска. Все бюджетные учреждения округа промыты, за исключением культурно-спортивного центра «Полиметалл». Там подрядчик не успел установить батареи. Обслуживающее учреждение ведет ремонтные работы в 15-м детском саду и в школе номер 2. Идет проверка прокуратуры сейчас интенсивно по всем учреждениям. Проверяют медицинские кабинеты. Каждое учреждение получило представление. Скорее всего, до судов дойдет дело, потому что не требуют оснастить кабинетами аппаратуры, которые легкие проверяют, не говоря о зондах для желудка и так далее. То есть строго идут по перечню, который предложен. А это, в принципе, порядка где-то около 400 тысяч в каждое учреждение надо добавить, чтобы купить вот эту аппаратуру. А во-вторых, кто на ней будет работать? Из приятных, значит, у нас прошел тест по истории Приморского края, который посвящен 80-летию со дня образования Приморского края. Работали 5 площадок. На школах 2, 3, 7, 8, 25 приняли участие 120 учащихся и педагогов. Тест состоял из 20 вопросов. Максимальный балл был 19. Значит, участники от 12 лет до 59. И вот что интересно, историю, в принципе, вот, можно погодиться. У нас знают. Там были вопросы именно касающиеся нашего региона. Значит, 91, так, 91 участник набрал от 11 до 20 баллов. То есть, это как раз вот выше минимального порога. И только 29 набрали от 4 до 10, и то ближе к 10. То есть, практически, из 125 участников успешно справились все с тестами. В рамках добавленных часов на внеурочную деятельность школах Управления образования планируют организовать группу профессионального ориентирования из учеников, которые мечтают стать врачами. Управление образования вместе с Центром занятости также проводит экскурсии на Дальполь-Металл. Подобные мероприятия призваны помочь старшеклассникам выбрать будущую профессию в пределах родного города. Мероприятие по 18 лет, пока это произошло, успешно, очень хорошо. Планирует Совет ветеранов теперь следующие мероприятия 6 октября. Это Дню пожилого человека, они собираются, а 6 числа будут пить песни, пить чай. На базе тоже Центра культуры Досуга Бриса. Так, у нас идет ремонт кровли по капитальному ремонту Ростенева 26, идет замена фонарей уличного освещения, проводит электросеть. Вопросы остаются по коровам очень много, и профилактическая работа результатов не дает. Люди жалуются, хозяева не принимают никаких мер реагирования к нашим увещеваниям. Ждем закон, когда субъект принят все-таки закон, чтобы мы могли административное наказание применять, и меры административного реагирования. Ждем ремонт дороги у нас в Ростенева, тоже ждем с нетерпением. Ну и остальное, и по мусору, также вопрос, контракт заканчивается, мы убирать, конечно же, будем все равно. Но было бы у нас телевидение на пристани, и обратиться к людям, мы всегда это и обращаемся, и школа это знает, и работу ведет. Два дня это максимум, что выдерживает Центр и поселок, а потом опять все наполняется мусором. То есть, безответственности за свой родной дом. Административной комиссии подготовлено 21 дело к рассмотрению. В Краснореченском отметили день образования села. Все запланированные мероприятия состоялись. На сегодняшний день два вопроса, на которые обращают внимание люди. Ну, в частности, я отслежу ситуацию. Первый – это мост по Первомайске через Сухую Балку. С Тарасенко мы связь держим, но как бы они латают эти дырочки. Но, я думаю, выхода, конечно, нет. Там милиционера не поставят, чтобы эти тяжелые версии, которые проезжают по 8 раз в день, они просто его зубы. Конечно, было два случая уже, когда вылетали тузки под машину, то есть, люди ломали машину. Поэтому, я не знаю, как этот вопрос решать, как действовать. То есть, Тарасенко объясняет, что он начальник участка и командует клиентом кавалеровым. А у тех, там раз, по-моему, в два месяца текущий ремонт. Уже просто высказали на тузки. И второй вопрос, он как бы, цветая сейчас в облаках, не знаю, кто будораживает население, я думаю, что нужно будет проехать, все-таки вместе посмотреть и через СМИ дать какую-то информацию. То есть, это водозаборка историческая. На сегодняшний день он заилен, но по расчетной глубине, поскольку я знаю, он должен быть 3 метра. Сейчас 6-й, который установлен на зимний период для сдерживания дня. А ориентировочно где-то, ну, под 2 метра. Вода идет чистая, но у них сильно заилен из-за этого метра приемный зум, или как он правильно называется. Поэтому вода идет с песком при закачивании. Она вроде бы чистая, но элемент наблюдается. Но если вы помните, что, в принципе, и глава обращался, и администрация обращалась к водоканалу еще в прошлом году. Они планировали восстановить аварийный, так скажем, резервуар, который раньше был, по случаю откачки, то есть очистки водоема. Со слов начальника участка Красновичинска, пока тишина, планируют, но не знаю, когда будет зима. В общем, надо как-то комиссионно проехать и через СМИ дать информацию, потому что идут нездоровые разговоры на моментальные установки. 6 октября – день села Сержантово. Празднование начнется в 16 часов. Участие примут творческие коллективы Дальнегорска. Вечером предусмотрен салют. Есть хорошие новости по спорту. Михаил Ким в открытом турнире занял первое место. Турнир назывался «Олимпийские надежды» по тяжелой атлетике. И он был сразу же, это 28-30 сентября проходил этот турнир в городе Москва. Занял первое место и был зачислен в училище Олимпийского резерва. Он все на полном обеспечении. До конца года будет выступать за спортивную школу «Лотос», представлять город. Но потом есть надежда, что подпадет сборная России. То есть вот такие моменты. Также прошел пятый смотр библиотек на лучшую библиотеку Приморского края. И наша библиотека, центральная городская имени Ксения Богацкая, заняла первое место в номинации «Вглядеться в прошлое, чтобы лучше видеть будущее». Также первое место заняла библиотека детская. И диплом второй степени получила центральная городская библиотека. Собственно говоря, хороший очень показатель. То есть очень хороший уровень в нашей библиотеке, отмечен в Приморском крае. И диплом был привлечен к празднованию в мастерии Приморского края. Также впереди у нас идет планомерная подготовка к празднованию 80-летия Приморского края. 18 октября состоится торжественный концерт во Дворце культуры химиков. Также мы представители в нашем округе в Владивостоке. 20 октября тоже празднование 80-летия Приморского края. Идет подготовка. 5 октября отмечается Международный день учителя. Музыкальная открытка состоится во Дворце культуры Горняк. Отдел экономики и поддержки предпринимательства занимается подготовкой отчетности. 29 сентября состоялась ярмарка выходного дня, участие в которой приняли 34 субъекта малого бизнеса. Из них только 14 местные. Жилищный контроль в плановом режиме. У нас все мероприятия проведены. Сейчас доклады, отчеты по готовке материала водорослей и подзора по проверке. Смотрение обращений, работа с прокуратурой, часть утверждения, график планов проверок на 15-й. Сегодня проходит заключительный этап проведения штабной тренировки всероссийской по гражданской обороне. Вчера поступали вводные по организации работ, ликвидации черчейной ситуации на территории Тренингурского городского округа. Вводная была, что в результате диверсионной деятельности подрыв серного цепа, бора. Вчера ликвидировались все мероприятия, проводились прожарно-спасательным подразделением, спасательными подразделениями, нештатно-аварийным спасательным подразделением бора. Все мероприятия проведены вовремя, пункт выдачи средств индивидуальной защиты перепроверен. Все отчетные материалы предоставлены Главным управлением ЧС России, установлены сроки. Сегодня отрабатывают такие же мероприятия, закрытые города, это Фокино, Большой Камень, Находка и Владивосток. Там с полным развертыванием всех сил и средств ГО. Сегодня будет итоговое совещание под председателем министра МЧС России и подведение итогов. Доклад президенту. У жителей микрорайона Горького возникают вопросы по асфальтированию дорог местного значения и дальнейшему благоустройству района. Приостановка работ связана с асфальтовым заводом. У нас ежедневно отгружалось по одной-две машины асфальта, поэтому дорожники и устраняли те небольшие повреждения, которые были предусмотрены контрактом. Не было смысла брать асфальтоукладчик и заходить на большие объемы, допустим, на 8 марта, пока нет асфальта. С сегодняшнего дня вроде все вопросы решены и я думаю, что сейчас подрядчик оперативно начнет асфальтирование. Но наши добрые жители, они не только смотрят, где колодцы находятся, они еще поправляют бордюрные камни, которые, по их мнению, установлены не совсем правильно. И второй момент, что пока стоит теплая погода, понятно, в основном это работа связана с укладкой асфальта, чуть позже все, что сложено возле шанса, старый бордюр, куски асфальта, куча земли, они будут обязательно вывезены, потому что без этого контракты подписаны не будут и оплачены тоже не будут. Облагораживанием новых клумб на Горького, высаживанием цветов или кустарников жители будут заниматься самостоятельно. Вопросы реконструкции стадиона спортивной школы «Вертикаль» обсудили народные избранники на заседании профильного комитета по социальной политике. Какие работы на объекте уже выполнены и какие планируются осуществить до конца текущего года, расскажем далее. На заседании профильного комитета присутствовали пять депутатов из семи входящих в состав. Отсутствовали председатель Валерий Иванов и вечный прогульщик Тимур Бражников. В повестке значились четыре вопроса, два из которых касались благоустройства округа. Прежде всего, стадиона спортивной школы «Вертикаль». Как продвигается реконструкция темпа депутата, спросили у директора спортивной школы. Проведены следующие виды работ. Это земельно-планировочные работы, установка бордюрного камня, витамирование площадок, общепрощие 1438 квадратных метров. Также проведена укладка резинового покрытия на двух площадках. Это площадка баскетбольная и площадка под малые формы. В общем количеством, то есть также 1438 квадратных метров. Установлены малые формы, то есть тренажеры, также установлен плюс воркаут. Так, были заключены контракты на общую сумму 3 млн 186 тысяч рублей. На сегодняшний день работы выполнены на 98%. Осталось подрядчику сделать навес над тренажерами, произвести финальное покрытие, покраску покрытия, ну и вывоз мусора и уборка территории. В принципе, мы закончили. В рамках 44-го федерального закона объявлена аукцион на поставку нового щебня. Лот будет разыгран 8 октября. В случае отсутствия подрядчика объявят новые торги. Всего две организации могут обеспечить выполнение данных работ. Дальполиметал и Кавалеровская компания. Значит, получается, если мы щебень не завезем, значит, в этом году у нас будет и катка. У нас не будет большого катка, но малый каток на баскетбольной и волейбольной площадке он будет. Мы ждем сейчас этого розыгрыша. Да, мы ждем розыгрыша. Сейчас выбирается. Если бы этот розыгрыш никто не выведет на компанию. Ну, либо это перенесется на следующий год, потому что это все температурные режимы, нам уже не позволяют. Хотя засыпка щебня, она не сильно принципиальна, но она, опять же, по срокам. Там нужно купить трубы, часть закупить труб и часть закупить геотекстиль. Он идет в Новосибирске. В соответствии с проектом на стадионе «ТЭМ» появится зеленое искусственное поле, дополнительные тренажеры для подготовки школьников с дачи норм ГТО, баннеры на спортивную тематику. У депутатов возник вопрос, нельзя ли ускорить работы и вместо искусственного покрытия посадить траву, как это было до начала реконструкции. Идея искусственного поля, я никогда не был ее сторонником. Я дважды обращался к губернатору Микушевскому с тем, чтобы нам изменили проект и разрешили вернуться к тому зеленому полю, который был. Мы же понимаем, что искусственное поле – это специализированное, скажем так, место будет. Там все иллюзии насчет гранат бросать мы сразу убираем. Проведения всех мероприятий там не будет, потому что там нужна и специальная обувь. Мы понимаем, грубо говоря, это пластмассовый ковер, по которому мы будем бегать. Поэтому там ограничений очень много. Но, к сожалению, мы вступили в программу, и по этой программе, для того, чтобы мы ее выполнили, итог должен быть – зеленое искусственное поле. К сожалению, на этом мы и спотыкаемся постоянно. В противном случае все деньги за реконструкцию мы должны вернуть обратно. Первоочередная задача – сохранить возведенные объекты в целости. Участили случаи вандализма. Сидения на трибунах ломают. Новое тартановое покрытие на волейбольно-баскетбольной площадке намеренно портят. Кидают сверху камни, пишут маты. В ограждении стадиона появляются новые дыры. То ограждение, которое было сделано, действительно, оно должно было предохранять территорию, от того, чтобы посторонние заходили. Но обратите внимание, у нас практически всегда открыты ворота, цивилизованный заход на стадион, для того, чтобы могли прийти и позаниматься. Мы не ограничиваем доступ туда. Но, опять же, нашему населению удобно ходить через дыры. Поэтому тут же выламываем новый забор и лезем на территорию, при том, что буквально в 30 метрах открытые ворота. Здесь сложно сказать. Здесь, наверное, нужно всем позаниматься над тем, чтобы потихонечку начинать воспитывать своих детей к бережному отношению. То есть все это делается для людей. Это не закрытая территория. Мы, наоборот, приветствуем, когда вечером будут приходить заниматься и люди разных возрастов, в том числе и дети. Это можно использовать и в школе, те же тренажеры, для того, чтобы уроки физкультуры проходили. Более интересно, чем обычно. И волейбольно-баскетбольную площадку можно тоже использовать, чтобы на свежем воздухе дети занимались физкультурой, пока позволяет погода. Но здесь, наверное, есть проблема, вот я говорю, отношения людей к тому, что мы делаем. Это наша общая задача, я думаю, что мы решим. Может быть, рассмотреть вопрос, хотя бы поставить, может, какие-то камеры? Видеокамеры будут поставлены дополнительно, но я уже не раз говорил, что видеокамеры они не спасают. Сегодня одетый капюшон на голову, да, либо кепка. И все, что мы соорудили для наблюдения, уже теряет смысл. И, наверное, не хотелось бы везде тыкать видеокамеры. Скоро мы, извините, мы уже в общественных местах будем в узкой направленности ставить эти видеокамеры. Потому что, опять же, повторюсь, такое отношение людей. За акты вандализма предусмотрена ответственность в виде штрафа и исправительных работ. Несовершеннолетнего нарушителя могут поставить на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. По качеству работы, если там у кого-то возникают вопросы по качеству, я думаю, что тот гарантийный срок, который у нас обозначен в контракте, он есть, и поэтому, если там через год, через два будут какие-то дефекты, то это достаточно подрядчиков устранить. Но он не будет устранять эти дефекты, которые вызваны тем, что, опять же, жители или дети портят это покрытие. Кроме того, затронутый вопрос занятий физической культурой учеников школы номер 21. Кровля над спортивным залом находится в неудовлетворительном состоянии. Из-за реконструкции стадиона ребята бегают по бульвару Полина Осипенко. По детям, которые бегают по бульвару, на мой взгляд, очень хорошо, что пока позволяет погода, дети будут бегать нас по бульвару. Второй вариант, как только погода у нас испортится или будет чуть холодать, у нас спорткомплекс, как правило, загружен после обеда, уроки физкультуры будут проходить в спорткомплексе вертикально. Поэтому за детишек переживать не надо, за их здоровье. Где им заниматься физкультурой, вопрос решен. На следующий год мы просили и была уверенность в том, что кровля стадиона школы 21 спортивного зала будет ремонтирована. Но, к сожалению, сейчас вице-губернатор Мануйлова, который обещал нам это, полномочия свои прекратила. Но я думаю, что мы и с новым григо-губернатора, объяснив ему проблему, найдем общий язык. Я думаю, что эта проблема будет решена. То есть на следующий год будут выделены средства, кровля будут ремонтированы, тогда школа будет иметь свой прекрасный спортзал для того, чтобы там заниматься. Полученную информацию народные избранники приняли к сведению. К вопросу реконструкции стадиона спортивной школы «Вертикаль» вернутся на следующем заседании профильного комитета, которое состоится в ноябре. Легкоатлетический кросс состоялся в парке Пушкина. Участие в нем приняли школьники младшей возрастной группы. Традиционные соревнования проводятся на протяжении 20 лет. Подробности в сюжете. Кросс – четвертый этап спартакиады школьников. Открыли этот вид соревнований самые младшие участники – ученики пятых и шестых классов. Принимают участие все школы, кроме шестнадцатой. Вид зачетный, он идет зачет спартакиады школьников, поэтому почти все школы. Почему шестнадцатая, я не знаю. Остальные все школы района приняли участие. Девочки преодолели дистанцию в пятьсот метров, мальчики – в тысячу. За долгую историю осеннего легкоатлетического кросса уже установлены рекорды. У юноши на моей памяти 3,23 – лучшее время было. Уже фамилии я детей не помню. А пятьсот метров девочки бежали минута 34, по-моему, было результатами. Как признается опытный тренер, ребята пятых и шестых классов еще не склонны хитрости. Но на соревнованиях старшей возрастной группы случались прецеденты, когда участники нечестным путем пытались улучшить результат. Были случаи, когда с той стороны парка, где не видно, пытались или сократить трассу, или были случаи, когда они бегут два километра, там три круга, садились в кусты и ждали. Но за это мы очень жестко наказываем. То есть участники, если замечаем участника, который пытается схитрить, команда сразу снимается в соревновании. Поэтому в последние годы таких не было уже случаев. 12 октября кросс побегут старшеклассники. А у младших школьников результаты распределились следующим образом. У мальчика в первой группе школ победила 25-я, за ней вторая, на третьем месте школа номер 17. Во второй группе золото взяла школа номер 5, серебро у школы номер 3, бронза у гимназии исток. У девочек команды в зачете победила в первой группе вторая школа, за ней 25-я, на третьем месте восьмая. Среди второй группы школ первое место заняла гимназия исток, второе, пятая школа, на третьем месте школа номер 3. В личном зачете дистанцию в 500 метров быстрее всех преодолела Маргарита Рассказова из восьмой школы. Тысячу метров Максим Брагин, школа номер 5. Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания. Спасибо, что вы с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова